всем 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 привет ребят продолжаем серию видосов по поводу смотра связочек ну так сказать условно топовых которые у нас есть на текущий момент сегодня у нас связочка о такая я уже назвал и наверное из разряда классики да настройщик демон и соловей топ-3 связочка по некоторым так сказать оценкам я в какой-то степени согласен хотя как бы относить ее какому-то топу сложно я бы все-таки отнес эту связку к часто используемой и часто полезной вот так вот как то вот поэтому давайте сейчас еще раз посмотрим я уже эту связку обзор на него насколько я помню делал еще давно когда я прошлую какую-то таблицу осматривал со сборками и соответственно как бы там особо нечего рассказывать уже на самом деле но мы в очередной раз по быстрому пробежимся по героям посмотрим и выскажу свое мнение почему же эта связка еще в целом до сих пор актуальна всем приятного аппетита и приятного просмотра а мы соответственно начинаем и так собственно здесь пока еще с прошлого видоса ничего не поменялось вот у нас есть связочка настройщик демон целовей достаточно уже не молодая связка но до сих пор актуальна и многие могут задать вопрос как почему зачем она же там ну многим кому вливает или там о это не я там встречался там с неким там топ донатером или пол донатером у него там настройщик всех жарил и пончика и ворона и в общем молодец ну в абсолютно правый связка уже не новая связка уже мягко говоря не сильно актуальная но она еще очень полезная полезная за счет опять же да конструктивных так сказать особенности навыков всех героев вот это соответственно как бы скорость первые две топовые связки пончик и ворон это у нас бойцы бойцы со стрелками то есть это все-таки условно медленный поход вашего бтр а в бою в битвах в демах когда важна скорость ну в некоторых боях конечно может использовать ускорители там и ваш бтр с бойцами долетит за секунду понятное дело но не везде и поэтому как бы это все работает я в плане того что скорость машинками работает а связочка которая в принципе еще и может неплохо накидать в данном случае наши работает очень и очень хорошо а вот давайте перейдем соответственно героям они у нас full машинки поэтому у всех в 7 навык соответственно говорю сразу показывает у всех атака как и соответственно я своро нам его связкой она работает ты очень хорошо соответственно настроить у нас есть второй навык соответственно в течение первых трех раундов весь отряд имеет 50 плюс Trying процента атаки и сто процентов шанс получить иммунитет эффектом контроля понимаем это круто но эффект иммунитет контроля сейчас у нас я пока давно не видел героев которые используют контроль и чтобы их использовать вот соответственно у нас при боевой у нас пятый навык в течение первых трех раундов существует 100 процентов шансов того, что весь наш тренд будет атаковать плюс один раз. А 50% любого полученного урона будет отложено до четвертого раунда. Ну, слишком настройщика, да, то есть, соответственно, 50% урона за три раунда, которые вливаются в вас, они будут отложены, да, то есть первые три раунда будут вливаться половинчатый урон. А в четвертом раунде все, что не было влито за эти три, с вас, соответственно, снимут. Ну, и, возможно, это будет фатально. Вот. Но, опять же, не забываем еще атаковать плюс один раз. Соответственно, пробуждение на урон. Настройщик у нас не про урон. Ну, и, соответственно, навык уже в скине восьмой. Все тренды противника получают на 2% больше урона. Самый низкий по численности тренд противника оценится, каждый ход дополнительно получает 30% урона. То есть, всем дополнительно по 20 и одному 30, и одному 50. А, нет. Ну, да, дополнительно 50. 30 плюс 20. Вот. По сути, все. Да, то есть, настройщик, который делает, условно, ваш отряд 3 раунда безумно живучим плюс безумно атакующим. Шикарно. С машинками. Работает и себя. Я уже просто не знаю, что по ним еще сказать. Ну, уже все это знают. Я даже не знаю, будет ли вообще это заведутся кто-то смотреть. Ну, так, чисто для общего развития, наверное. Демон. Ну, здесь у нас скин. Насколько я помню, ей никакой не выходил хороший, только вот такой. Ну, как бы и то полезный. Демон здесь, конечно, шикарная такая прослойчика и про урон, и про, скажем так, усиление всех. И, в принципе, демон до сих пор используется в обычных эдемах для, условно, захвата плиток и так далее с настройщиком, а не соловей. Почему? Ну, я думаю, сейчас по навыкам вы все поймете. Первые три хода обычно атака всех своих отрядов и урона их пассивных навыков плюс 80%. 80, Карл, 80. А также 100% шанс при нанесении урона проигнорировать состояние уклонения противника. Ну, сорян, сейчас у нас мало кто уклоняется. Хотя у нас есть тень, которая иногда уклоняется. Поэтому это немножко, да, это немножко помогает. Вот. Соответственно, пятый навык. Первые три хода все отряды имеют 80% в области не групповых атак. Так, при групповой атаке два вражеских отряда, отличаемых от атакующей стали, получают 260% урона. Это тоже работает. Это как раз-таки один из таких серьезных навыков. То есть, по сути, там, знаете, первые три раунда там такое творится просто. Ну, откройте отчет, у кого есть такая связка, посмотрите, как они там просто карают всех. Там столько всего вылетает просто. Как такая шестистволочка, знаете, пулемет. Рэмбо. А вот. Здесь, как бы, ну, скорость битвы машин плюс 100. Ну, вы бы видели сейчас мое лицо просто. Оно было, мягко говоря, в недоумении. Зачем? Ну, добавьте урон. И все. Ну, есть, да и ладно. Ну, и, соответственно, восьмой навык. После обычной атаки 100% шанс нанести 300% урона отряду с наименьшей численностью. 80% шанс заставить их получать плюс 8% урона. Длится два хода. И складывается до двух раз. У настройщика есть навык, повышающий урон у отряда с наименьшей численностью. И здесь отряд с наименьшей численностью. Соответственно, наносится ему урон. То есть, вот это. Что и происходит. Они просто убивают какой-либо из отрядов. Ну, по сути, один за другим. И прекрасно себя чувствуют. В общем, демон здесь, на самом деле, шикарный. Ее навыки могут показаться слегка непонятными. Либо, ну, как там, что интересного. Но, на самом деле, да, я сейчас просто рассказываю это все быстро. Ну, как бы, ну, ребят, ну, это уже классика. Что поделать. Вот. Я думаю, еще эта связка будет актуальна длительное время, пока не появится новая связка на машинке. Более актуальна. Хотя, как бы, я сейчас есть одну связочку использую. Но я не могу сказать, что она актуальнее этой. Я использую их две просто. Поэтому, как бы, да. Ну, и, соответственно, соловей. На нее у нас скиночек сделали. Он, конечно, даже не один. Тут у нас их несколько. Ну, вот этот вот брать можно. Не могу сказать, что он сильно прям безумно раляющий. Но, как бы, есть. Так. У нас, соответственно, второй навык. После обычной атаки вероятность 75% вызывает 3 атаки на первый отряд противника в пределах эффекта диапазона. Каждый раз 150 урона. Ну, короче, дальность здесь опять цель 1. Поэтому, как бы, достанет куда угодно. Но, по сути, на первый отряд противника. А вот. Это все, если я не ошибаюсь, как раз таки делалось против пламени. Да. То есть, чтобы как можно быстрее жахнуть пламя, которое всех тогда в свое время выносил. Когда эта связка заходила. Но сейчас, как бы, есть пончик. И это уже не работает. Относительно. Ну, да ладно. После обычной атаки с вероятностью 50% наносит 200 урона 2 случайным отрядам противника. На расстоянии эффекта атаки снижает их исцеление на 20%. До 40 на 2 ходов. То есть, ну, в принципе, снижает лечение. Но не на много, как видите. Ну, и здесь, соответственно, вероятность 50% всего. А вот. Соответственно, здесь у нас пробуждение у нас урон. Все окей. Ну, и уже навык со скином. Каждый раз, когда отряд наносит урон вражескому отряду, он увеличит наносимый им урон в следующий раз. На 15% максимум до 90. Сколько это у нас? Ну, короче, вы поняли. Эффект бонуса урона сбрасывается каждый ход. 15% нанесенного урона используется для восстановления собственных войск. Ну, это уже, по-моему, от скина. Уже добавили ей лечение. В общем, девочка тоже неплохо наливает урон. Как альтернативу здесь, конечно же, еще можно использовать Иванова, Иван Иванович, в принципе, вечный наш дядя. Вот, у кого еще нет, как бы, можно сюда ставить. Резюмируем. Наша с вами связочка, настройщик Димон и Соловей, в принципе, у нас про обычные атаки условно. То есть, у них их очень много. У них за счет обычных атак это все влетает. А вот, после обычной атаки, как видите, у Соловья, после обычной атаки. И, соответственно, ну, здесь уже нет. То есть, они за счет этого нацелены. Плюс там добавляются все эти обычные атаки. И усиление вот пассивных навыков. То есть, от демона. В совокупности это все дает нам что? Правильно. Достаточно неплохой средний урон. То есть, условно, это все происходит каким образом? Начинается бой, первые три раунда просто начинается, ну, такая безумная, ну, какая, ну, не знаю, как артподготовка или что-то в этом духе. То есть, начинает жарить Димон, Соловей, Соловей, Димон. То есть, вот это вот все происходит в течение трех раундов. И, по сути, эта связка акцент за три раунда убить соперника. Если за три раунда они не справились, то уже, как бы, дальше будет им сложно. И в некоторых случаях это работает. Они просто аннигилируют за три раунда. В чем плюс этой связки? Эта связка при неравных статах, ну, не сильно, но неравных, спокойно справится с пунчиком. Почему правильно? Да все очень просто. У них нет вот этого вот колоссального большого урона. И у них нет какого-то маленького урона. У них такой стабильный, постоянно влетающий дамаг после обычной атаки. И это иногда мешает, соответственно, как бы нашим там фанатику и тени на некоторых навыки отработать. Вот. Но, как бы, ничего особенного у этих связок, на самом деле, у этой связки, на самом деле, нет. Просто урон от машинок. И, как бы, просто покусать соперника больно тоже работает. Вы можете отправлять связку с вороном против пончика и при этом просто жахнуть еще связочкой с настройщиком, просто чтобы покусать немножко соперника. И дальше ваш ворон просто доделает дело. Либо, если вам нужна скорость, вы, соответственно, отправляете. И если вы понимаете, что герой не сильно-то, ну, господи герой, если соперник не сильно-то и сильнее вас, то вам, возможно, этой связки и хватит, чтобы его прошибать. В общем, эта связка не сколько про аннигилирую всех и нагибаю, это связка, скорее, про часто использованную и более полезную. Потому что, как бы, вот эти вот три хода пока терпит настройщик, достаточно неплохо можно влить урон. Конечно, если соперник по стиле вам не равен, то эти три хода вы будете просто биться об стену, как рыба в лед, условно, и потом просто вас вынесут. Но при других, более приятных обстоятельствах, когда статы равны, эта связка работает. Я не могу назвать ее топ-2 однозначно, потому что, ну, как бы, ну, куда? Да, здесь нет ничего такого там, ни про защиту, ни про какое-то там усиление урона и все остальное. Эта связка абсолютно из другой эпохи, из нашей эпохи, которая была в этой игре, по сути, ну, больше года назад. А то уже, наверное, и больше. Тогда она была топ, сейчас уже нет, сейчас разрабы пока еще не сделали супер-топ-связку на машинке, потому что раньше настройщики машинки все это летало, все это было настолько неприятно, настолько жопа у меня горела от этой связки, когда она встречалась у меня против меня, особенно у донатеров, это было жутко. Ты ничего им не можешь делать, он тебя просто за три раунда заплевывает и все. Ну, как бы, вот так. Ну, вот, поэтому эта связка из, так сказать, очень полезных и используемых, это факт. Поэтому здесь однозначно да, чисто, так сказать, даже за классику. У кого есть, кто использует, ребят, напишите комменты, вот, как вам сейчас эта связочка. Но я тоже, как видите, периодически использую везде. Ну, прям сказать, в войне, как бы, у меня немножко другая сейчас связка. Но в целом, как запасной бутырочек, всегда у меня есть настройщик. А на этом все, ребят. Увидимся мы с вами в новых видосах. И пока-пока.